Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Самолет в Таиланд всю ночь кружил над аэропортом и экстренно сел в Красноярске из-за неполадок в двигателе. В плете были искры и дым в салоне. И все потом вроде как бы все нормально и через полтора часа сказали, что мы садимся. Это уже второе ЧПС судном авиакомпании «Азурэйр» за неделю. Барберы позвали феминисток постричься после сюжета седьмого канала. Согласились ли девушки прийти в мужскую парикмахерскую? Войны таксистов, попытки установить памятник Сталину и путешествие Медведя Седова. Новая серия специального проекта «Вспоминаем вместе». И программа празднования 9 мая. Расскажем подробности в третьей части выпуска. Самолет авиакомпании «Азурэйр» экстренно сел в Красноярске из-за неполадок в двигателе. Неисправность обнаружили уже при взлете. На борту находились 238 пассажиров. Полтора часа «Боинг» кружил над городом, вырабатывал топливо и только потом приземлился. В аэропорту путешественники провели около 10 часов, ждали резервный борт. С похожей проблемой красноярские туристы столкнулись в начале этой недели. Вот только они дожидались запасного самолета в Китае. Что это, пугающая закономерность или чистая случайность, разбиралась Альфия Еремеева. При взлете были искры и дым в салоне. И все потом, вроде как бы все нормально, и через полтора часа сказали, что мы садимся. Пассажиры проходят регистрацию уже во второй раз. Вспоминают, в первый вылет многие заснули. Но их неожиданно разбудил голос командира. «Он сказал, что возвращаемся, там что-то у них произошло. Извините за неудобства. Все. Очень ничего. Жалко. Ребота, наверное, испугался тоже, как и мы все». Рейс отложили сначала до 12 часов, потом до 14.30. Еду и напитки авиакомпания предоставила. А вот мест в гостинице всем не хватило. Их было только 40 для 238 пассажиров. В первую очередь разместили детей. «Да какая гостиница? Вон на лежаках. И все люди так. Какая гостиница? Я об этом и говорю. Получается, 12 часов мы уже здесь толкемся, кто на что гораздо». Вот как выглядела траектория полета по данным ресурсов «Лайрадар». В интернете мы нашли и другие данные о судне. 757-й «Боинг» первый рейс выполнил 20 лет назад. Раньше его использовал перевозчик в Финляндии. В 2010-м перекупили россияне. «С тем бортом, что был неисправен, информации пока нет. Но за пассажирами вылетает самолет из Внукова. И, в общем, он и увезет путешественников отдыхать в Таиланд». Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту вынужденной посадки. Предварительная причина – резкий рост температуры в правом двигателе. Следователи осмотрели самолет и пообщались с экипажем. Это уже вторая неисправность с самолетами «Азур-Эйр» только за одну неделю. В понедельник красноярские туристы также не с первого раза долетели до Таиланда. Из-за технических проблем воздушное судно приземлилось в Китае. И пассажиры ждали несколько часов в салоне, прежде чем их отвезли в гостиницу. Похожая история с самолетом той же авиакомпании происходила и в прошлом году. «Мы летели во Вьетнам в мае 2018 года. Я сидела на левом крыле, на левом двигателе. И мне, наверное, больше всего это было слышно, как произошел хлопок прямо при взлете. Мы кружили над Красноярском 4 часа. Люди, которые сидели в холосте, нам сказали, что видели огонь и искры». А вот еще статистика по «Азур-Эйр» только за последние три месяца. 19 февраля. Рейс из Таиланда в Новосибирск. Через шесть часов после взлета растрескалось лобовое стекло. 23 февраля. Доминикана-Внуково. В гидросистеме упало давление. 5 марта. По пути из Тюмени на тайский курорт внезапно выпали кислородные маски. В тот же день другой самолет из Внуково в Эмираты. Отказало сразу два автопилота. «Мы видим по «Азуров», что вот на старых самолетах, которые существуют, там отказы увеличиваются. У них ведь тоже есть инспекции, которая должна контролировать, работают. А не просто так, выколачивание деньги у пассажиров любыми путями. «Азур-Эйр» – это чартер не из дешевых, скорее, а средний сегмент. Компания выполняет примерно половину перевозок по турпутевкам в Красноярске. В агентствах не припомнят, чтобы пассажиры сдавали билеты после неудачного полета. Боятся, ругаются, но приходят снова. К сожалению, туристы не могут выбрать в разрезе своего путешествия того или иного авиаперевозчика. То есть они приобретают пакет, куда уже входит авиабилет, трансфер проживания в выбранном отеле и страховка. Поэтому это, так скажем, неотъемлемая часть, которую уже не убрать. В самой авиакомпании говорят, что ни о какой закономерности речи не идет. Перевозчик выполняет сотни рейсов в месяц. И два случая, хоть и в одном городе, это слишком мало, чтобы говорить о тенденции. Единичные такие случаи. Естественно, это никакая незакономерность. Единственное, что оба случая произошли на одной неделе, наверное, это некое стечение обстоятельств. Естественно, авиакомпания примет все возможные меры для дальнейшего обеспечения безопасности полета. Ну а пассажиры злополучного рейса все-таки вылетели на курорт. В 14.30 запасной Боинг отправился в Паттайю. Через пару часов борт приземлится в месте назначения. Альфия Ремеева, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Новые ответчики в деле о кафе «Кантри». Сегодня суд решил привлечь проектировщиков в компанию «Красгиб». Ранее она занималась и подготовкой ремонта на проспекте Мира. Сегодня на слушании прокурор в очередной раз заявил, расстояние от кафе до почты не соответствует нормам, оно меньше на 6 метров. В случае ЧП у пожарной машины попросту не получится ни проехать, ни развернуться. Также плотная застройка противоречит санитарному законодательству. Соответственно, все заключения, которые позволяли возвести здание два года назад, нужно признать незаконными. Напомню, прокуратура добивается сноса скандального здания. Следующее заседание уже с участием проектировщиков назначили на 17 мая. Очередная дочерняя компания «Красстроя» банкрот. И по уже знакомому сценарию клиентам не выплатили компенсации за плохо построенное жилье. Аналогичная схема ухода от обязательств уже применялась в комплексах «Орбита» и «Белые росы». Есть ли возможность остановить череду банкротств или застройщики снова останутся безнаказанными, разбирался Денис Денисов. То есть эксперт установил, что окна не соответствуют, откосы не соответствуют. Получается, на балконе какие-то нарушения находили. Кривую входную дверь Марина Черных уже поменяла. А еще застройщик «Красинвест» не постелил обещанный по договору «Линолеум». Вместе с затратами на экспертов получается больше 200 тысяч ущерба. По пятилетней гарантии Марина вправе требовать эту компенсацию от застройщика. Но, скорее всего, не получит ее никогда. До настоящего момента застройщик требования не исполнил. На сегодняшний момент они признаны банкротом. Соответственно, придется вступать в рейсер кредиторов. Но, исходя из судебного решения, у застройщика нет ни имущества, ни денег. Более того, после предъявления мной претензий, застройщик не то что их не устранил, он мне прислал односторонний акт о принятии квартиры. Дом на Карамзина-10 и еще парочка неподалеку устроила компания «Красинвест». Компенсации она должна заплатить многим своим клиентам, но предусмотрительно банкротилась. Не доработал застройщик даже с общедомовым имуществом. Например, этот на Карамзина-10 продавался как в повышенной комфортности. Следовательно, ступеньки в подъезде должны быть отделаны кафелем. Но, как очевидно, хватило ему только до третьего этажа. Молодая мама Любовь живет в доме по соседству. Его строила другая компания «Белые росы». Ныне тоже банкрот. Названия разные, схема работы одинаковая. Объединяет эти две компании то, что они входят в группу компаний «Красстрой». Ну и качество квартир. Собирается туда и вода, и вот оно все растет, это пятно. При этом еще у нас очень быстро начало отслаиваться вот эти вот все штуки. То есть, если ее чуть-чуть коребнуть, она пойдет вообще вся. Хотя мы даже сами подкрашивали, как бы что-то пытаемся, но это вообще бесполезно. Дочки «Красстроя» построили целые кварталы жилья. Комплексы «Орбита», «Белые росы», «Тихие зори» и многие другие. И в ситуации с невыполненной гарантией оказались тысячи владельцев квартир. Сценарий выглядит отработанным, и такое запланированное банкротство похоже на бизнес-план. Условия, на которых продаются объекты, даревого строительства, они привлекательны для граждан. Соответственно, граждане заключают договоры, не обращая внимания на юридические последствия этой сделки. В любом случае, по мнению юристов, самый эффективный метод борьбы для клиентов – привлечь внимание прокуратуры и стройнодзора. И хотя деньги они, скорее всего, не вернут, но есть шанс, что это убережет от убытков других. В стройнодзоре пообещали дать комментарии по ситуации «Скрасстроя» только на следующей неделе. А руководство самой компании уже по традиции отвечать на наши вопросы сегодня отказалось. Денис Денисов, Лесенгевич, Седьмой канал. Один из сорока ВИЧ-инфицированный. У двух случайных прохожих на Театральной площади нашли ВИЧ. Тестирование проходило накануне, проверили 80 человек. Бесплатно узнать о своем ВИЧ-статусе можно будет также 15 мая около ТРЦ «Планета» и 16 мая на Театральной площади. О других новостях в двух словах расскажем далее. В поселке Кедровы отравились 17 казетов. У всех курсантов острая кишечная инфекция. В Роспотребнадзоре пока не говорят, что съели подростки. В больнице 6 человек. Состояние у них легкое и средней степени тяжести. Остальных родители забрали домой. Воспитатели Каннского детсада на 4 года отправили в тюрьму. Они наказывали детей с помощью канцелярских кнопок. Малышам кололи язык, ноги, руки и ягодицы. Таким жестоким способом воспитатели боролись с плохим поведением подопечных. На взлетке силовики неудачно провели задержание прямо на дороге. Полицейские перегородили путь внедорожнику и попытались задержать водителя. Джип резко сдал назад, обрулил автобус спецгруппы, а затем скрылся. За что пытались задержать водителя, в полиции пока не сообщают. С 1 мая в Красноярске заработают еще две выделенные полосы. Они появятся на улице Красной Армии от Корнеева до Пушкина и на Копылова от Ладокетсхавели до Корнеева. Их решили добавить специалисты УДИП после анализа дорожной обстановки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телезвуки стрельбы и отряды силовиков не напугали. Вызов мужчин проигнорировали. Сегодня красноярские феминистки не пришли постригаться в один из городских барбершопов. Напомню, в начале недели в интернете появилась петиция. Ее автор утверждал, а женщин дискриминируют. Мастера отказываются их встреч в мужских парикмахерских. Наш корреспондент вместе с одной из борцов за равноправие решили это проверить. В итоге во всех заведениях даме вежливо отказали. Однако после шумихи барберы красноярска все-таки решились пойти навстречу феминисткам. Они не знают, за что они борются. Было бы стильно круто, но эффект должен был произойти такой, что если кто-то это увидит, а увидят это обязательно, должны были понять, что сделано круто, работа качественная, но не женская. Мы хотели показать именно классику мужских стрижек, которая была давно-давно с зарождением этой культуры. В итоге парикмахеры прождали два часа, но никто из представителей фем-сообщества так и не появился. Несмотря на то, что акция была задумана в виде исключения, барберы готовы принять девушек еще раз, конечно, если те отважатся. Акция «Женский час» была единоразовая сегодня, но если вдруг нам поступит предложение, чтобы феминистки действительно пришли в барбершоп и обслужились, то наши барберы готовы сделать им любую креативную стрижку. Но еще раз замечу, на наш вкус. А теперь новая серия юбилейного проекта Седьмого канала «Вспоминаем вместе». Каждую пятницу мы рассказываем о самых важных событиях города и края глазами наших репортеров с момента основания телекомпании в 99-м году. Сегодня о новостях середины апреля в разные годы. Как живет Медведь Седов, где в Красноярске предлагали установить бюст Сталина, и зачем ведущего новостей Седьмого канала загримировали под таксиста. Расскажем прямо сейчас. В аэропорту Емельянова разворачивается настоящая война. Они просят обратить внимание на криминальную обстановку, которая сложилась в аэропорту Емельянова. Угрозами в адрес городских водителей такси займутся в полиции. В апреле 2015-го журналисты Седьмого канала взялись за расследование о криминальной ситуации в аэропорту. В новости обратилась женщина-водитель, которой таксисты уже не в первый раз прокололи шины. После ее заявления в редакцию массово посыпались жалобы на емельяновских бомбил. Идеей было собрать все проколотые покрышки в один грузовик и вывалить в здание администрации в край или город. Так водители хотели поступить от отчаяния и безысходности, вспоминает директор службы такси Александр Сысойков. В офисе росла стопка уведомлений о принятых заявлениях в полицию. Все потому, что на проколотых колесах в борьбе за клиентов бомбилы не останавливались. Однажды они серьезно избили таксистов нескольких фирм. Стычки происходили и на глазах пассажиров. Наши любимые пассажиры выполняли роль охранников. Пока водитель вынужден был менять колеса, девушка была обороняла наш автомобиль от поползновений данных граждан. Свидетелем происходящего не раз была и наша съемочная группа. Чтобы раскрыть схему «Емельяновских бомбил», редакция «Седьмого канала» провела эксперимент. Двое сотрудников прикинулись водителями, желающими подзаработать. Работать хочешь? Чего работать? Где? Здесь. Пришел сюда, зову клиентов. Здесь нельзя так делать. Почему? Ну, во-первых, у вас есть договоры с аэропортом. А у вас что, договоры с аэропортом есть? Конечно. Выяснилось, что людей извне на эту работу не берут. Места у аэропорта доставались по знакомству, а иногда даже по наследству. Девушки, я встречаю, вы что? Ну, вы же обманываете. Как я вас обманываю? Ну, я же вас много раз видела в такси. Много раз? Да. Не знаю, вы что-то переписали. Ну, ладно. А ты кто-то такой? А ты где-то где-то. Вот он человек в одном обличии, вот он человек перед тобой, видя камеру уже совсем в другом обличии. Таксисты у нас снимались с закрытым лицом, либо со спины, ну, потому что люди реально боялись. Это было дико, дико, то, что в аэропорту, вот под носом, вот аэропорт, вот тебе город цивилизованный, да. Скоро универсиада на тот момент, и вот такое происходит. По мнению водителей, после материалов в СМИ, новое руководство воздушной гавани пересмотрело политику. Сейчас в аэропорту спокойно. В главном терминале расположены специальные стойки, где можно заказать машину у тех, с кем заключен договор аренды. Эти таксисты покупают парковочные карты и теперь заезжают на территорию наравне со всеми. Вот так вот коммунисты с народом обращались, а так комсомольцы обращаются с мнением граждан. А вот еще одно противостояние сторонников и противников Сталина. В 2005-м коммунисты решили увековечить память вождя, но идею красноярцы приняли неоднозначно. Руководитель общества «Мемориал» Алексей Бабий тогда собрал больше ста тысяч подписей против памятника. Говорит, после сюжета седьмого канала ему даже писали знакомые из Америки поделиться мнением. Сегодня, не сомневается, члены КПРФ вернутся к этой идее. Первый раз еще как-то смешно было, а второй раз уже не смешно, а третий раз уже совсем будет. Но опять придется что-то придумывать, хотя, я говорю, это уже просто какой-то жалкий выдавить получается. Бронзовый бюст отлили давно. Еще в 2005-м на него собрали больше 300 тысяч рублей. Оставалось только согласовать место. Предлагали несколько. Сначала гвардейский парк в Советском районе, но тогда власти идею не одобрили. Затем коммунисты самовольно установили бюст на Марковского рядом с Лениным. Монумент не простоял и больше часа. Усилиями противников его демонтировали. В 2015-м за памятник вождю уже на площади Победы выступили городские депутаты. Коммунисты волну подхватили и пригрозили митинговать до тех пор, пока память Сталина в Красноярске не будет увековечна. Но попытки оказались неудачными. И вот спустя почти 15 лет бронзовый монумент советского вождя все еще стоит в Краевом комитете КПРФ. Руководитель Сталинского блока Евгений Гончаров признается, 10 лет назад отговаривал коммунистов от установки бюста. При распавшемся Советском Союзе это казалось неуместным. Сейчас его мнение поменялось. Иначе просто память теряется. Я вижу, приходят студенты, которые, вы знаете, если 20 лет назад они со мной еще спорили, там, вот Сталин кровавый тиран, сейчас они даже не спорят, потому что они не знают вообще ничего. И это страшно, что хоть будет стоять памятник, хоть будут молодые ребята спрашивать, кто такой. Тем временем красноярские коммунисты готовятся к третьей попытке. Намерены установить памятник Сталину к 75-летию Великой Победы. Всего в России уже больше 100 монументов советскому вождю. И недавно стало известно о появлении еще одного в соседнем Новосибирске. Бюст установят к 9 мая возле обкома КПРФ. Привезли долгожданного белого медведя из ленинградского зоопарка. Северному гостю всего год и 4 месяца. Но уже в столь юном возрасте он весит почти 150 килограмм. Медхвата! Красавец! Хозяин льдин за полмиллиона рублей. Это подарок Красноярску от губернатора Александра Хлопонина. Привезли белого медведя из ленинградского зоопарка. Там в неволе у медведицы родилась тройня. Их назвали в честь известных полярников. Нашим стал Седов. Шесть лет назад из Красноярска его отправили в свадебное путешествие. Сейчас он в Геленджике, где строят отношения с медведицей Сережкой. Сложилась весьма гармоничная пара. И этой весной была любовь. Будем надеяться, что будем пожимать плоды для любви следующей зимой. Также очень интересные взаимоотношения у наших белых медведей складываются с другими, их соседями, калифорнийскими львами. Вольеры граничат через бассейны. И наши калифорнийские львы очень любят отдыхать прямо на полочке возле этого бассейна. А Седов в это время очень любознательно наблюдает за ними через стекло. Сейчас в Красноярском зоопарке три белых медведя. Для них строят новый вольер. Один из самых больших в Европе. Его доделают в ближайшие пару лет. И тогда в Красноярск вернется и сам Седов или его потомство. Такими были главные события до конца апреля за 20 лет в эфире Седьмого канала. Новую селью юбилейного проекта вспоминаю. Вместе смотрите в среду 8 мая в 19.00. Елизавета Мерзлякова, Владимир Фетисов, Станислав Смирнов, Константин Соловьев, Седьмой канал. Переход на цифровое телевещание, намеченный в Красноярске на 3 июня, может не состояться. На заседании правительства России приняли решение перенести этот срок на 14 октября в ряде регионов. Причина – дачный сезон и период отпусков. Чиновники опасаются, что дачники и работники курортов запутаются в моделях телевизоров и приставок. О том, что наступает лето, правительство узнало, вероятно, на днях. Причина, я думаю, не в дачниках и не в летнем периоде. Дело в том, что еще в прошлом году, когда на цифровое вещание переходила одна-единственная Тверская область, мы знаем от коллег, которые там работают, что было очень много проблем, было очень много населенных пунктов, которых цифрового вещания после перехода не оказалось. Конечно же, правительство боится, что деньги потраченные на федеральную целевую программу огромные, а готовность, как выясняется, совершенно невысокая. В июне предполагалось выключить аналоговые передатчики федеральных телеканалов сразу в 57 регионах, в которых живут 100 миллионов человек. Количество проблемных территорий может оказаться слишком большим и вызвать недовольство населения. Напомним, что федеральная программа перехода на цифровое телевидение должна была завершиться в 2015 году. Срок много раз приносился и до сих пор не ясно, когда это произойдет. На главной странице нашего сайта trk7.ru открыт раздел «Все о переходе на цифровое ТВ». Там вы найдете ответы на главные вопросы по этому поводу. Фонтаны на Театральной площади заработают 8 мая. В этот же день в БКЗ пройдет и концерт в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Основные мероприятия намечены, конечно, на 9 мая. Начнутся они в 10 раз митинга и церемонии возложения цветов к вечному огню. После парад военной техники и воинских частей в 12.30 от улицы Дзержинского двинется талонная бессмертного полка. В 8 часов вечера на площади перед БКЗ пройдет праздничный концерт. Закончится день победы салютом. Его запустят в районе набережной у огней Несея и на острове Татышев после июня. 2000-я многоэтажка в фонде капремонта сегодня праздник. Сделали 2000-й дом. В нем поменяли 11 лифтов. Сегодня краевые чиновники протестировали новые подъемники. Подробности у Елизаветы Мерзляковой. И как будто ты на каком-то ущелье, где водопады. Вот такое представление. Приятно. Очень приятно в таком лифте ехать. Ждали новые лифты жители дома на Тельмана три года. Старые подъемники свой срок давно отслужили. Работали без замены с 80-х. Сегодня эта многоэтажка стала 2000-й в программе капремонта. Старые лифты, вы знаете, едешь и боишься, что в шахту. Да едешь, ты не доешь, и не упадешь в шахту. Долбили с первого по восьмой этаж. Мы долбили, чтобы шили, сделать было кабину. Теперь подъемником могут пользоваться инвалиды и мамы с колясками. Внутри кабин светильники, зеркала, противовандальное оборудование и в каждой индивидуальный дизайн. В этой многоэтажке одновременно заменили 11 лифтов за два месяца. В фонде капремонта говорят, что сделали работы довольно быстро. Лифт абсолютно современный, а стоимость его вместе с установкой миллион восемьсот тысяч рублей. Сегодня оценить преображение дома приехал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края. Прокадим? Давайте прокадим. Едет быстро, но аккуратно. В этом году фонд капремонта собирается поменять больше пятисот лифтов. На следующие годы, то есть на 2022, будет утвержден как посрочный план и в плане там будет порядка тысячу-тысячу-двести лифтов заменены. Специалисты обещают, затягивать ремонты не будут. Недобросовестных подрядчиков заносят в черный список. По словам министра ЖКХ, говорит, что с капремонтом теперь все хорошо, пока рано. Но с этого года программа движется в хорошем темпе. Первый квартал региональный оператор выполнил 100%, даже больше, чем 100%. Из 252 домов по плану было отремонтировано 292 дома. Но расслабляться не стоит. Мы будем уделять особое внимание в последующих периодах как раз замене лифтов и газового оборудования. На каждом тысячном доме чиновники решили вешать табличку. Следующие должны появиться совсем скоро, ведь за год фонд обещает отремонтировать больше двух тысяч домов. Елизавета Мерзлякова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. С сегодняшнего дня красноярские пароходы снова начнут возить пассажиров и грузы в отдаленные районы края. Церемония открытия навигации прошла на левобережной набережной. Сегодня первый пассажирский теплоход отправился по Енисею до Демногорской ГЭС. А 5 мая около 40 грузовых судов поплывут по одному из самых опасных для речников маршрутов до подкаменной Тунгуски. Повезут в стройматериалы, продукты, грузов. Аллергия на цветение домашних животных или пыль. Определить это теперь можно с помощью одной капли крови. Новый метод иммунокап уже начали применять красноярские врачи. В Европе его используют уже около 10 лет. Этот способ диагностики считается золотым стандартом Всемирной Организации Здравоохранения. Уже научно доказано, что иммунокап безопаснее, чем стандартные кожные пробы. И точнее. Исследования проводят в первых дней жизни ребенка. Раньше это считалось невозможным. Пробы брали только с трех лет. Анализ проводят на молекулярном уровне. Это позволяет выявлять аллергены с точностью до 100%. Мы возьмем кошку. Есть кошка в целом. И когда мы приходим к врачу ставить кожные пробы, то там какая-то непонятная смесь вот этих аллергенов. Попали мы в состав, не попали, мы не знаем. Мы берем отдельную молекулу аллергенную из слюны, из шерсти. Много разных аллергенов, которые можно посмотреть отдельно таким образом, либо решить, можно ли какую-то определенную породу, или можно самочку, а самца нельзя. В Красноярске иммунокап используют пока только частные клиники. Первыми метод у себя опробовали в медицинском центре ИХМИ два года назад, благодаря партнерству с федеральной сетью лаборатории Ситилаб. Теперь главная задача врачей поделиться опытом с коллегами из нашего и соседних регионов и обучить их новому методу диагностики. Специалисты Ситилаб приезжают с обучающими семинарами в Красноярск уже во второй раз. То, что в наш город сегодня это приходит, это, конечно, большое событие для Красноярска. Многие врачи затрудняются интерпретировать результаты, затрудняются рассказать те случаи, в которых нужно назначать подобные исследования. Прогноз погоды представляет пальто «Центр». Большое поступление мужских и женских курток. На женские скидка 20%. Прогноз погоды представляет магазин «Линолеум». Укладка, доставка, огромный ассортимент. Скидки всем клиентам. Телефон 223-23-90. Мне кое-что нужно тебе сказать. Настало время сделать свой выбор. Ты искала безопасность, надежность, я красоту. Согласна. Берем «Линолеум Таркет». «Таркет». Уникальное ощущение пола. Магазин «Линолеум» на Гладково-6 и на Северной-10. Остановка «Космос». И теперь о погоде. 27 апреля в Красноярске облачно возможен дождь. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью 0 градусов, днем плюс 9.